Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Для которых ставки подняли ранее, как и кадастровую стоимость, начали из-за этого переводить свою собственность на ИП, отмечают в администрации Кирова. Поэтому власти решили поднять ставки еще и для физических лиц. Программа Экономика. На кировчан, которые не заплатили за автомобили и квартиры, начнут подавать в суд. До 1 декабря нужно было совершить платежи по имущественным налогам. Со 2 числа налогоплательщики, которые этого не сделали, считаются должниками. Каждый день начисляется пение 1,03 ставки рефинансирования. Это пока 7,5%. От налоговой придет требование об уплате недоимки, в котором будут обозначены сроки. Затем последует обращение в суд. Госпошлина и исполнительский сбор лягут на плечи должника. Взыскание может быть обращено на имущество из счета или через работодателя вычтенность зарплаты. Могут арестовать счета и имущество. А если сумма долга превышает 10 тысяч рублей и долг не погашен в течение двух месяцев, неплательщику запретят выезд за пределы страны. Экономика. На 101 АФМ. Педиатрам в Кировской области предлагают зарплаты меньше, чем в среднем по стране. Об этом говорят аналитики HeadHunter. Они изучили спрос на педиатров и уровень зарплат по вакансии. По их данным, с начала 2021 года в России было открыто более 52 тысяч вакансий для педиатров. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период до пандемийного 2019-го. На одну вакансию приходится менее одного резюме, что говорит о нехватке кадров. В Кировской области в этом году было открыто более 400 предложений для педиатров, что на треть превышает показатели двухлетней давности. Медикам предлагают зарплаты примерно в 41 тысячи рублей, в то время как средняя цифра по стране превышает 48 тысяч. Экономика. Завершение о валютах. Официальный доллар сегодня 74 рубля 6 копеек. Курс евро 83-81. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Ольга Балезина, новости экономики в Кировской области в Кировской области в Кировской области в Кировской области.